Бендерский городской совет отказал в передаче использования имущественного комплекса муниципального предприятия Управления водопроводно-канализационного хозяйства города Бендеры государственному предприятию водопотребления и водоотведения. По мнению депутатов, передача не была согласована с городским советом Бендер. Вопрос обсуждался в постоянной комиссии горсовета, а не всем депутатским корпусам на сессии. Это противоречит нормам закона о местном самоуправлении. Соответствующее представление вынес прокурор города. Когда мы принимали вопрос на президиуме, по данному вопросу, значит, было однозначное решение, которое у нас осталось как решение комиссии непосредственно отказать в передаче. Значит, в рамках обсуждения было предложение перед тем, как отказывать, получить сегодня информацию о финансово-хозяйственном состоянии данного предприятия. Вот и все. Значит, и на сегодняшний день мы сейчас рассматриваем вопрос, мы непосредственно уже рассматриваем вопрос и принимаем решение. Кто за то, чтобы отказать непосредственно к передаче муниципальной собственности, госсобственности, с учетом дополнения вторым пунктом, обратиться в республиканскую прокуратуру на проверку законности той передачи, которая произошла. Данное решение поддержали большинство депутатов Бендерского горсовета. Также большинством голосов внесены изменения в программы развития дорожной отрасли Бендер. Сумма финансирования дорожной программы на 2016 год – 10 миллионов 200 тысяч рублей. Несмотря на то, что к работам приступили с опозданием из-за срыва тендеров и позднего принятия бюджета, планы дорожники выполнили. Отремонтировали мост в районе железнодорожной станции Бендеры-2 и самой оживленной магистрали города – улицы Коммунистическая, Суворова, Ечина. Порядка 700 тысяч рублей удалось сэкономить. С учетом того, что возможно секвестирование расходной части дорожной программы на сумму 519 тысяч, то мы эту разницу учитываем на случай форс-мажорных обстоятельств. Оставшаяся сумма в размере 175 тысяч 760 рублей распределяется на устройство водоотвода на ГИСКО. 60 лет октября высказывается у нас на зимнее содержание дорог, на декабрь месяц имеется в виду 88 тысяч 20 рублей. Также депутаты поддержали предложение о выделении средств на завершение ремонта бендерского УВД. Ранее там реконструировали кровлю, теперь восстановят обрушившуюся в одном из кабинетов стену. На сессии горсовета решали и судьбу муниципального предприятия «Ауриола». После ухода арендатора предприятие едва держится на плаву. После детального изучения ситуации к вопросу возвратятся уже в 2017 году. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.